2 мая – это день памяти Блаженной Матроны Московской. Биография Святой Матроны Московской – история жизни и смерти Святой Матроны Блаженной. Никонова Матрёна Дмитриевна – так в миру звали Матрону Московскую, Блаженную Святую, помогающую людям и при жизни, и после своей кончины. Родилась она 22 по старому стилю 9 ноября 1881 года. Согласно некоторым источникам, в 1885 году в Тульской губернии, село Себино. Матрона была в семье четвертым, последним и поздним ребенком. Боясь не справиться с воспитанием девочки, родители Матроны решили отдать ее в приют еще до ее рождения. Увидев, что ребенок родился слепым, у Матроны не было глаз и физически слабым, мать решила сама воспитывать девочку. Существует поверье, что Наталье, матери Матроны, незадолго до родов во сне пришла белая птица, у которой было человеческое лицо, а глаза закрыты. Решив, что это знамение от Бога, женщина и решила оставить новорожденную в семье. Детство Мартоны Московской С самого рождения было понятно, что ребенок отмечен Богом. У Матроны на груди была выпуклость, имеющая форму креста. От ношения рукотворного креста девочка отказывалась с самого детства, говоря, что Бог ей дал его от рождения. Еще с детства у девочки проявился дар предвидения и исцеления. В дом Матроны приходили болящие, которые она дарила выздоровление. Люди с различными проблемами, просьбами, вопросами, которым она давала советы. Не имеющая возможности видеть глазами, Матрона видела окружающую действительность другим зрением. Она имела четкое представление о мире вокруг нее. Первые предсказания Матроны Блаженной В возрасте 17 лет Матрона была лишена возможности ходить. У нее отказали ноги. Блаженная знала заблаговременно, что это случится. Таково испытание Бога. Поэтому не сситовала и не огорчалась. От Господа и служения ему она не отказывалась никогда. После революции ее братья, ставшие членами партиями, отказывались делить с ней одну крышу над головой. И в 1925 году Матрона стала бездомной, подавшись в скитание в Москву. Этот город Матрона очень любила, считая его святым. Очень многие здесь знали блаженную, старались обогреть и приютить. Но из-за преследования милиции она вынуждена была постоянно менять место своего укрытия. Святая Матрона никогда не жаловалась, не обращая внимания на неудобства. Сказав страшную кровопролитную войну, она говорила, что до Москвы и до ее родной Тулы враг не доберется. Так и случилось. В военное время вместе со всеми она молилась об окончании войны, рассказывала близким о судьбах солдат, ушедших на фронт, продолжала исцелять болезни, даже очень тяжелые. Взамен на помощь Господа она просила только одно – верить ему. Смерть Матронушки Московской и где могила Матроны. Умерла Матрона 2 мая, по старому стилю, 19 апреля 1952 года. Похоронили ее на Даниловском кладбище. Это была ее просьба. О ее скромной могилке сначала знали немногие, но потом молва о месте захоронения блаженной, оставшейся в памяти многих монахов и мирян божьим человеком, узнавали все больше людей. Как и завещала Матрона, тропа к ней не зарастает и после ее смерти, и по настоящее время. При жизни она говорила, что пройдет время, и люди о ней узнают, приходя за помощью, которую через нее ниспошлет Господь, всем просящим и верующим. Люди просят у Святой Матронушки, как ее ласково называют, ора о самом разном. Исцеление от болезней, возвращение в семью, мужей, замужестве, успеха в учебе и работе. Помогает Матрона найти ответы на вопросы, которые встают перед людьми. Например, стоит ли идти замуж или менять место проживания. Ваши десятилетия, прежде чем Матрону канонизировали. Это случилось 2 мая 1999 года, а ее мощи были переданы Московскому Покровскому Ставропегальному монастырю. Когда отмечают День памяти Матроны Московской. Точнее, Дни памяти Матроны Московской их несколько. Дни памяти Матроны Блаженной связаны со знаменательными событиями в ее жизни. В эти даты входят 1 день ее рождения, приходящийся на 22, по старому стилю 9 ноября. Тень канонизации – это 2 мая, который совпадает с днем кончины старицы. 8 марта – день передачи мощей Матроны в Московский монастырь. В Дни памяти люди читают молитвы, посещают храмы и ставят свечи. В Покровском Ставропегальном монастыре в эти дни собирается больше людей, чем обычно.